Здарова, друзья! У нас здесь новый ролик Брайна выходит, соответственно, выходит наша реакция на него. Ролик называется «Я один дома», и кто-то пришёл в гости. Погнали! Всем привет, друзья! Это я. Здарова, это ты. Это ты. Это ты. Кажется, что-то упало. Какой-то с грибами. А, это скример был. Я не испугалась. Городки, добро пожаловать. Ну, надеюсь, теперь вы настроены на нужное настроение, потому что мы с вами сегодня будем играть в хоррор, который называется «Fear to Fat… Фат…» Фонто «Fathome», да, «Толстый дом». Нет, получается, он срезомон под «ФХС». Будет такой прям. Толстый дом. А, насколько я понял, мы играем за какого-то мальчика, который остался дома один. Когда-то один дома, и к тебе было хоть не знакомо. Это эпизодическая игра, здесь есть пока что лишь парочку эпизодов. Да, есть один дом, смотри, хоум-элоун. Давайте начнем. Надо ловушкино расставлять. Джули? Джули 12? Да, Джулия 12. Джулия, которая 12 лет? Это как Алина, 13 лет. Класс! Ладно, 12 июля. Очевидно, ларик. Так, я не хотел постить это на Reddit, только лишь для того, чтобы меня назвали, типа, фейк-постером. Только что сам придумал. Классно, да? Хорошо, да. Я даже не успел председать, что там дальше было. Спасибо. Я так полагаю, что наш главный герой рассказывает эту историю нам, что это когда-то с ним происходило. Он хотел запостить на Reddit, но передумал. Мои родители уехали на выходные по рабочим моментам, и я на выходные остался сам с собой наедине. Также он хочет обозначить то, что у него был плохой режим сна в этот момент. Это у него такой будильник. Это еще хуже, чем... Это вообще как-то отстойный звук. Да. Да, еще хуже. Я подремал и проснулся около восьми. Так, окей. Это наша комната, я так полагаю. Мне нравится атмосфера этой игры, она уже довольно-таки угнетающая. Но комната красивая! Эстетик, пинтерист, инстаграм, лайк. Так, значит... Да-да-да. Ой, я случайно... Я хотел нажать... Я хотел выйти в меню, а тут у нас открылись сообщения. О, реально, я не поняла сначала. Да, сообщения от мамы, но внутри игры на айфон пришли. А, это не его сообщения. Я так подумал, что... Ну, очевидно, что Брайан и мы были бы на русском языке, а не на английском. И мама бы написала бы ему... Брайан, make sure to check that item's a door. И сообщения с Мэйсон Оливер. Не знаю, кто это, но давайте прочтем сообщения с мамой. Wait. Когда вы, типа, вернете домой, чуваки, лайк? Ну, я же должен изображать подростка, который остался один дома. Да. Подростки же так разговаривают. Естественно. Папа и я вернемся домой в понедельник. Хани. Мила. Она его медом называет. Да. Ласково просто называют людей. Мужиков именно. Как можно не знать. Пожалуйста, ложись вовремя. Мед. Могу ли я пригласить Мэйсона и Джоша на ночевку? Для домашнего задания. Конечно, все мы знаем, для чего мальчики собираются по ночам. Тихо. Для домашнего задания. О чем речь? Так. Make sure. Убедись проверить, что это они у двери, перед тем, как открыть ее. Проверя через шторы. Вот этот свист сейчас был. Слышали? Шшш. Шшш. Я могу отпугивать людей, мне кажется, так. Папа и я, возможно, вернемся в воскресенье вечером. Я думаю, я вздремну. Скорее всего, закажу пиццу. Ессс. Так, у нас что, симулятор здесь переписок с мамами. Походу, да. Давайте, прежде чем прочесть переписку с Мэйсоном, Оливером. Мы походим здесь, выйдем наконец-таки. У нас здесь, я так полагаю, что это домашнее задание? О, фили. Я должен делать домашнее задание, но сначала я должен кое-что поесть. Окей, голодный, значит, наш чувачок. Так. Такой дом. Какой-то пустоватый, да? Опа. Снова мама прислала. Прикольно, как будто реально приходит. Непривычно, что мне тут мама пишет на ноутбуке, который даже не Apple. Давайте посмотрим, что нам мама написала. Не нужно ничего заказывать. Я уже сделала тебе лазанью этим утром. А, как мило. Проверь холодильник. Alright. Лазанья, это я люблю. Так, вот эта вот лестница, мне вообще не нравится. Это что, комната родителей? Ой. А комната родителей нельзя? А, можно? Я начинала такая. У-у-у, комната родителей. У-у-у, я решил сразу пойти по хардкору, да? Там собака лает, слышали? Да. Это не к добру, это что-то значит. Я слышала за окном. Вот, ты ж. О, тут стоит. О, там кто-то есть! Вы видите? Уходи. Это просто сосед, да, зашел? Не в похожем на соседа. Соседу спускаемся. Да блин, эти шторы меня пугают этим звуком. Уже здесь так темно, можно поярче сделать. Экономить электроэнергию. Дом большой, и надо экономить. Ламповое освещение, я сам всегда в полумраке сижу дома. Такая вот прекрасная гостиная у нас здесь. Пошла давай, да. Камин есть. Ладно, давайте посмотрим. Холодильник, лазанья. Да блин, эти сраные шторы меня пугают. Что там? Что там? Ничего. Оказалось. Но прежде чем мы откроем холодильник. Мне тоже. Ой, хватит вебка. Блин, я обосрался, это окно! Почему я его до этого не заметил? Здесь повсюду какие-то окна, какие-то шторы, какие-то. Не трогай шторы. Ну может быть, потому что ты в доме находишься. Ну да, да, нормально. Не находишься. Ся. Короче, прежде чем мы откроем холодильник, я хочу прочитать, что он нам писал. Ну покажи Лузоню. Наш друг. Йоу. Йоу. Ты идешь к Джессике завтра? Да, слышал, что Джош тоже идет. В булл. Что за булл? Ну я так полагаю, это... Это типа, короче. Знаешь, как у нас сокращает? Супасы, походу. А не какой-то, видимо, тоже слэш, чтобы сокращать. Почему? Я не знаю. А я такая... I don't know. А, да, иди к этому ходу. I don't know. I don't know. Офигеть, я скоро пойму слэш на английском. Ага. I don't know. Да. Что случилось? Разве ты не виделся с ней вчера? Она не пришла. It's like... I don't even matter to her. Like... Мои родители уехали на ночь. Не хочешь прийти? Мы можем поиграть в Mario Kart. Я дам тебе знать. Окей. Позвони Джошу тоже. У меня был точно такой же холодильник. О, ретро. В той самой белой квартире. Ретро. Смотри, да, похож. Практически один в один. Это может... Там даже фирма написано, похоже, горение. Слушай. Значит, вот моя лазанья. Еда холодная. Аппетитус. Разогретус. А где здесь микроволновка? А. В духовочку давай. Да. В дурочку. Так, он говорит о том, что любит смотреть... Музыка какая-то такая, знаешь, немилая, да? Я так полагаю, это было очень много, чтобы мы пошли в гостиную и поели там. Там такое шумы такие. Так, стоп, знаете, что я хочу. А на тарелку нельзя выкладывать? Аккуратно. А там музыкальная история. Может, не надо? Опа. Опа. Там какая-то машина следит. Вроде никого, да? Там машина с парами. Все, идем жрать уже. Тебе еще домашку делать? Вот это просто я. И это меня пугает, потому что это очень похоже на... Это похоже на меня, когда мне было лет 15. Абсолютно так же вот затягивался домашкой. А потому что таком же доме, да? Жрал на ночь, на телек, в общем, все то же самое. А еще, почему-то атмосфера очень похожа на ту атмосферу, которая была, когда мне было 15 лет. Я не знаю, ощущаю себя просто сейчас снова молодым. Понимаете? Он сейчас такой старый. Да, сейчас он старый. Что это такое? Ладно, садимся кушать. Ну, кушай. Озвучиваем, озвучиваем виду. Это какой-то странный мультик показывает по телеку. Это мультик точно. Я вообще не вдупляю, что там происходит. Покушаем еще. Мне нравится, как мы кушаем. Там буреножки. Кто-то пошел наверх. О-о-о. Вы видели это? Да, твою мать. Вы это видели? Я его уже не снял. Да-да-да-да-да. Заметьте сейчас. Там кто-то прошел. Ешь быстрее, блять. Давай. Я очень сонный после того, как поел. Тебе еще домашку делать. Идиот. Там люди. Приходит спать. А еще какой-то мужик в нашем доме. Ну или не мужик, не знаю. Может быть это... Джули 12. Так, ну теперь я знаю, что... Дверь открыта. Как эта музыка страшная в этом мультике. Можно его выкрутить? Я даже не знаю, стало лучше или хуже. Не уверена. Опа, снова кто-то пишет. Что-то мне написал. Стану-ка я лучше к стеночке, знаете, да? Мэйсон, двумеседжера. Значит, он не придет ко мне сегодня на ночевку. И мы не будем играть в Майнкрафт всю ночь напролет. Угу. Очень жаль. Там дверь открыта. В Марио Карте собирались. Марио не замечает. Но зато я это заметил. Так уже кто-то проник. Я могу выйти на улицу. Так о чем речь? Так беги из дома. В тачку и поехал. Возможно, это плохо. Но я чувствую себя здесь как-то безопаснее, нежели внутри. Нет, ну нужно мозги все-таки включать иногда. Вот на его месте я бы остался на улице. Там мужик только что какой-то поднялся. Да, сел. Да, я домой уже не шел. Он же подросток, сколько ему лет? Я домой уже не шел. Я бы вышел на улицу, первый такой прям... Пошел бы к соседе тети Зине и сказал, что тетя Зина... Позвонил бы ментам. Сказал, что у меня дома кто ходит. Они скажут, мальчик, хватит нас пранковать. Когда будут убивать, тогда я звоню. А ты, я тебе, мамой, клянусь, там были люди. Они такие, ну раз мамой, конечно, точно приедем. К нему наверх. О, бассейн, а можно искупаться? Можно. Похоже на лужу. Класс, присоединяйся, чувак. Нет, нужно мозги все-таки включать иногда. Хотя... Блин, господи, я... Эта тень от холодильника, мне показалось, что кто-то за ним прячется. Сейчас что-то будет, да? Мужик на второй этаж же пошел. Я уверен, что что-то будет. Мне кажется, в комнате родителей. Господи, Мейсон Оливер. Сори, чувак, увидимся уже завтра. Не забудь чем, кстати. Я не знаю, что такое чем. Все путем. Я, скорее всего, пойду шпать. После чем? Я не знаю, что такое чем. Экзамен, домашка, лопать будет домашек. После чем? После чем? Так, ну тут два варианта. Либо он у меня в комнате, там под кровать. Либо у родителей. Либо второй вариант, он в комнате родителей. Я думаю, вы родители. И что мне делать? Открывай и лови его. Я не рад в комнате родителей. Раз игра хочет, чтобы я пошел к себе в комнату, я пойду к себе в комнату. А где наша кровать? По-моему, вот эта дверка не была открыта, да? А как бы там мог спрятаться? 12 часов. Мы сделали домашку, наступила ночь. Окей, теперь он может идти спать. То есть за эти несколько часов ничего не произошло. Да, мужик просто сидел. Мамочка. Не задерживайтесь допоздна, детишки. Я не должна ничего услышать от мисс Поулы в этот раз. Ну, видимо, соседка ее. Жалуется. Опа, опа. Что? Что он всегда закрывает дверь перед тем, как он ложится спать. И сейчас, я не знаю, ну что-то мне подсказывает. Что, двери не надо закрывать. Он сейчас подойдет к двери. Оказывается, он в шкафу. И он сюда выскочит, да. Ладно. Да, 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 да. Тоже готов? Да. Давай. Ладно, ложусь. Ничего не выскочило? Да, ничего. Ну-ка, нет. А где хоррор? Час ночи. Попить водички. Что тоже, кстати, похоже на меня. Но я всегда ставлю стакан с водой рядом с тумбочкой. Очень умное решение. Почему? Тем более, когда ты живешь не в однокомной квартире, а в таком огромном доме. А я сюда с собой беру. Это как тебе нужно сейчас топать на кухне, так вот по лестнице, и такой вот целый кросс там делать. Он не взял воду с собой. И почему в доме везде свет? Бобо, автоматическое выключение, видимо. Не нравится то, что в этой игре нет вауны. То есть, если нажимаете скип, если нажимаете скип, если нажимаете скип. Реально. Вот такая же атмосферная игра. Вот, смотрите. Что-то шумит. О, вот вода. Бутылка. Ну и что? Ну вроде никого нет. Уже светает как будто. Все, теперь ты хочешь поправно спать? Не-не-не, еще рано, 2 часа ночи, час ночи. Что-то сейчас мне как-то смс-ку как-то резко напишет. Да, конечно. Мама, ночью? Нормально. Мама, ты что думаешь? Майлз, кто у двери? А как она увидит? Мама, я только прислала фотку какую-то, что там возле нашей входной двери стоит мужик. Какая прелесть? Что-то знаю. А ничего, что она ночью? Смотрите, проработано. У нас у соседей включен свет. Да, они не спят. Паула отправила мне. Сказала, он следил через окно. Вот, говорите, я звоню полицейским. Мы звонили копам. Детишки, закройте каждую дверь и прячьтесь в своей комнате. Слушай, нетипично. Нетипично для хора. Нетипично для нас. В смысле для нас? Для хора вообще типично. Нетипично. Нет. Они обычно тянут, никто никому не верит. Тут уставить соседку сразу... Ладно, для Америки типично. Они сразу звонят мне там. Нет, я имею в виду нетипично по фильмам и по играм. Обычно всегда там как... Мама, я видела странную фигню. Ой, это все твое воображение, твой воображаемый друг. Ха-ха, как мило. Мама, а вы же ментов не убивали. Мама, давай сделаем экзорцизм. Да-да, вот типа такого там. Только она знала, что я здесь один. Я же ей не написал об этом. Не открывайте дверь, несмотря ни на что. Что бы он ни сделал, не открывайте дверь. А если он будет убивать, надо открыть дверь, чтобы сбежать. Что такое? Блин! Стоит мужик. Да. Привет, дедуля. Я терлся. Полученное достижение, лауд. А, это типа... Он исчез. Он исчез. Нормально вообще? Призрыв. Но дверь лучше не открывать, это как полагает, да? Так уже кто-то дома шарится. Но он же исчез. У меня... Ой, черт, у меня же еще одна дверь есть. Нужно ее быстрее закрывать. Но она закрыта. Блин, дверь-то открыта? А, нет, мне показалось. Закрыто. Или открыто или закрыто? Стоп, но он только что забирался ко мне домой. А может, это другой мужик? Может, их много? Почему он снова оказался снаружи? Ну, раз. Призрыв. Там несколько мужиков. Ты пришли к соседям? Сделать. Беги к соседям. Да, кстати, можно бежать. О-о-о-о! Вере сказали же дверь не открывать. Он стоял и ждал. У меня даже пяточки вспотели. Фух. Фух. Собака, блин. Ее же там не было. Он взялся. Придется заново это, что ли, все проходить теперь? Да. Я пошелся заново. Помните, снова. Никого нет. Какой-то дед пришел смешной. Ну, реально смешной. Вы видели его лицо? Ну, как будто нет. Ой, кто-то идет, смотрите. Дверь не заснула. Нет, широкий день идет. Твою мать, вы слышали это? Что разбилось? Черт, там не кто-то пробрался. Фигур разбили. Видимо, соседка. Паула! 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 Беги! Увидит Паула! Можешь спрятаться под кровать. Паула сейчас увидит. Видимо, это Паула. А это она есть. Это грабители, грабители ее убьет. Видимо, дед к нам уже пробрался через окно. Опа. И что делать? Ну, сиди под кроватью. Это Паула. Паула. Как произносится ее имя на русском? У двери. Четя Поля. Все будет хорошо. Да, если бы мама знала, что дедуля проник в дом. А что мы не можем написать, что у нас дедуля проник в дом? Да, ответ ей пишет. Дед пришел. Не надо открывать дверь. Дед дом. Надо пытаться идти. О, кто-то скрипел. Еще кто-то скрипел. Ой-ой-ой. Эти звуки, конечно. А! Это что такое? Он стоит, он стоит. Не надо, не ходи. Он там стоит. Он ждет. Да, он стоит. Он стоит, он ждет. Беги вниз, беги вниз. Он двигается. Он показывает собачку. Вот так вот. Да, он не делает так. Он тебя привлекает. Или идти. Я не знаю. Нет, иди под кровать. Я такой смешной. Я боюсь приближаться. Учина схватит. Копы приехали. Валет. Жди. Дед. Беги вниз. Ну, не можешь же там бесконечно стоять. Все закончилось. А все и правда закончилось. А если что пошел? Фу, ни хера ты страшная. Стойте, ну а дед ты что? Ух. Мне мороженый. Так что был задет? У меня игра просто вылетела. Да? Что? Блин, у меня на самом деле сейчас камера сядет. Не понял. Что я хочу сделать? Я хочу проверить, что будет, если все-таки попытаться пройти в этот момент через комнату родителей. Так. Пока копчики не приехали. Вот это у него и щупальца, конечно. Ну, сейчас нас хватит и убьет, я думаю. Ну, естественно. Видимо, нельзя было на улице. Нельзя было. Вообще было, да. Видимо. Ладно. У меня сейчас сядет камера, поэтому... Фух. Это был неплохой. Смотри, все, все на кожу. О, точно, жесть. Все на кожу. Да. Скажите, что вы думаете об этой игре в комментариях. Кстати, не страшно, совершенно. Да, совершенно. И таки поднимаемся с кресел, там такие лужицы, да? Нет. Но там уже совершенно другая история. А, там еще есть продолжение. Ну, а с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока! Слушай, игра выглядела прикольно, но какой-то очень сырой. Она такая... Ты ждешь скримеров побольше, а там один дед какой-то. Хотя бы если бы он был прорисован, там лицо как-то, а то там как-то... Хотя причем антураж. Антураж прикольный. Прикольно, что тут мамы сообщения приходят, ты как будто общаешься, ты прям как погружаешься, как будто там реально сидишь, понимаешь? Но вот это, конечно, недоработка. Может быть, следующая часть там более прикольная. Но тут, ну как, скримеров маловато. Мне кажется, должно быть более таких пугающих вещей. Я вообще непонятно, что за дед? Это вообще настоящий дед или презирок дед? И как он вообще проник? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Может быть, дед-пердед. Может быть. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.